Товарищи, у нас уже седьмое по счету занятие, мы пока застряли в самом начале. Надо сказать, что в каком-то смысле застрялись, вы бы здесь были бы один, Виктор Иванович, вы бы это прошли бы несколько быстрее. А у нас в Горовах это украдывается все тяжело, но это оправдано тем, что форма стоимости, которую мы изучаем уже не первое занятие, это одно из ключевых поражений политэкономии капитализма. И эти формы, они по мере развития товарного хозяйства, от случайных единичных, можно сказать, актов товарообмена до, как писал Маркс, ослепительной денежной формы, вот она развивается, эта форма стоимости. И так как товары являются товаром лишь по стойку, поскольку они наряду со своей натуральной формой обладают и формы стоимости, то без этого никак никуда не деться в политэкономии капитализма. И надо вот эти все, весь путь нам пройти и досконально разобраться. Значит, мы начали изучение с простой лединичной формы стоимости, которую Маркс рассматривает на примере, когда встретились ткач и портной, и обменивается 20 аршин хорста на 1 сюртук. И здесь сразу же Маркс отмечает, что два этих полюса, два этих товара, они неэквивалентны. Хотя здесь и можно написать выражение 20 аршин хорста равняется 1 сюртугу, но здесь левая часть этого выражения неэквивалентна правой. Товар в левой части этого выражения, он обладает относительной формой стоимости, а товар в правой части, он является его эквивалентом. Но здесь некоторое жульничество я хотел бы сейчас использовать. Представим себе, что мы уже знаем, что такое деньги, и изучили, что всеобщим эквивалентом, развитием дальнейшей эквивалентной формы, развитии своем, она доходит до стадии денег. И вот представьте себе, что два старшин хорста этих, они обмениваются на деньги, то есть продаются. И тут вот сразу становится понятным вот эти аллегории Маркса, что хорст активен, сюртук пассивен, потому что когда человек с деньгами приходит на рынок, ясная идея, что продавцы вокруг него суетятся, пытаются ему что-то свое продать, а он спокойно идет. И хорст здесь выражает свою стоимость, ну в данном случае в сюртуке, ну а если продобавим в деньгах, то это становится понятным. И деньги являются мегиром стоимости хорста. Ну а если здесь вместо денег поставить наш многострадальный сюртук, то тогда это вот станет все на свои места. Конечно сюртук никакими особыми свойствами своими, как вещь, как потребительная стоимость, он от хорста не отличается. Вернее он отличается, конечно, но он находится с ним наравне. Здесь они разные, но они наравне стоят. И поэтому мы точно так же можем перевернуть это уравнение и записать, что один сюртук равен 20-ти аршинам хорста. Тогда у нас сюртук будет в относительной форме стоимости, а хорст в эквивалентной форме стоимости. И относительно эквивалентная форма стоимости – это моменты формы стоимости. Моменты, как известно, это у нас противопорожное движение в одном движении. Это неотъемлемые части. Товар, стоимость может быть выражена лишь в другом товаре. Сам товар, один хорст сам себе не может выразить свою стоимость. С другой стороны, если товар-эквивалент противостоит какому-то товару, то, соответственно, он выражает в нем, является мегиром стоимости для этого товара. Так что это неразъемные, так сказать, неразрывные полюса одной и той же формы стоимости. И вот эти полюса, они будут развиваться вместе с развитием формы стоимости от простой единичной формы стоимости, с которой мы начали изучение, до более развитых ее форм. Сергей Викторович. Мы развернутую, да? Да. В общем, обсуждение простой формы стоимости заканчивается тем, что мы понимаем, что это несовершенная форма, и она дальше развивается. Вот один и тот же товар может выражать, может обмениваться и выражать свою стоимость в других товарах. И на рынке так и происходит. Владелец одного товара меняет то на один, то на другой товар, и в итоге получается, что если выразить это все в простой форме стоимости, то, например, 20 аршин холста равны одному сюртуку. Но он также может обмениваться и на какое-то количество гвоздей, может быть, или там еще чего там было у Маркса в примере. Ну, в общем, товар, так сказать, А может обмениваться и на товар Б и Д в определенных соотношениях количественных. Таким образом, если мы перечислим весь ряд этих товаров, на которые обмениваться может, скажем, 20 аршин холста, то вот и получится такой ряд равенств, как вида такого Z товара А равны Y товара Б, X товара С, W товара Д и так далее. Вот это Маркс и назвал развернутой формой стоимости или полной. Здесь точно так же, как и в простой форме стоимости, товар А, так сказать, стоящий слева в уравнении, он тоже находится в относительной форме стоимости, однако здесь это уже не простая относительная форма стоимости, а развернутая, именно потому, что он приравнивается ко множеству других товаров. Причем этот ряд товаров, он по большому счету бесконечный. При появлении нового товара на рынке мы должны будем снова приравнять к нему определенное количество нашего товара А. И это уравнение, оно... Так, с чего тут начать? Точно так же, вот товары, стоящие в этом равенстве справа, они выступают в эквивалентной форме, однако не в простой эквивалентной, а в особенной эквивалентной. Особенная эквивалентная форма здесь в том плане, что она особенная наряду с другими такими же особенными эквивалентными формами. Ну, то есть, особенными эквивалентами. То есть, товары эти, входящиеся с правого уравнения, выступают особенными эквивалентами. Здесь точно так же, как и в простой форме стоимости, в развернутой форме стоимости, стоимость товара А, находящегося слева, выражается в ряде потребительных стоимостей других товаров или товаров с другими потребительными стоимостями. То есть, именно в потребительных стоимостях так же выражается. И вот этот ряд уравнений, он интересно демонстрирует, что... Ну, в принципе, это мы видели и раньше, что такое уравнение стоимости, оно показывает, что между этими товарами есть... в них есть что-то такое, на почве чего их можно уравнять, как стоимости. И это... речь идет о... о том, что во всех этих товарах заключен человеческий труд, трактный человеческий труд. Хотя и товары с права уравнений, они являются проявлениями конкретного полезного вида труда. Так, что еще? Ну вот, эта развернутая или полная форма стоимости, она... у нее есть недостатки, хотя бы потому, что этот ряд... для выражения стоимости каждого товара, стоимость, которого нам надо выразить, нам нужно писать ряд... этот ряд товаров, находящихся в эквивалентной... особенно эквивалентной форме. И неудобно то, что, во-первых, этот ряд не завершенный всегда, мы не можем все перечислить, во-вторых, он всегда длинный, это неудобно. И это, так сказать, пестрый ряд разных товаров. Ну, в общем, такой винегрет получается. Что-то еще можно сказать? А достоинства какие у нее по отношению к простой случай? Мы же начали с недостатков, но есть же достоинства. Ну, достоинство в том, что это более полное выражение. То есть, там-то у нас всего к одному товару приравнивалось, и получалось, что... Ну, так вот с виду смотришь, вроде как, ну, один товар равен другому. Ну, как-то это... Случайно, это случайно, да. Непонятно, да, почему это происходит. Ну, почему-то так. А тут уже становится более-менее... То есть, это по мере развития товарообмена. Если сначала там одно племя там приносило шкурки, другое там обсидиановые какие-то наконечники копья, этот вот товар на товар обменивался, здесь уже разнообразие возникает товаров. И это... Вот это развитие форм стоимости, оно отражает развитие форм товарообмена в период раздражения первобытного коммунизма и появления формации, где товар уже... Товарная форма, товарообмен более широко распространен. Но я и сказал, что оно именно лучше демонстрирует... Демонстрирует, когда много товаров появляется, то это естественным путем такое. Нет, ну это понятно, что естественным путем. Но в простой случайной форме, это, собственно говоря, вот именно, что оно случайно. А вот здесь, как Маркс пишет, только теперь сама стоимость действительно выступает как гугсток, лишённого развития человеческого труда. Потому что каждый другой вид товара, он лишён, обменивается только в том, что он обладает стоимостью, правильно? На одном примере этого хуже видно, так сказать. Да, я вот и говорил, что... То есть случайные отношения отпадают теперь, да? Все они, эти особенные эквиваленты, что они являются сгустком абстрактного человеческого труда. Сергей Викторович, а почему раньше у нас была просто эквивалентная форма? Мы не называли даже простая, просто как будто эквивалентная форма. А сейчас у нас особенные эквиваленты. Ну вот, я вот тоже сказал, что потому что наряду с другими... То есть у нас стало много, да, этих носителей эквивалентной формы? И так как каждый из них особенный, то... Этот особенный, тот особенный. Отличаются только от друга. Только все вместе они в общем составляют эквивалент. Сергей Викторович, а вот 20 аршин хорста, они с одной стороны равны одному сюртуку, а с другой стороны, они равны четверти фунта чаю. Что же у них, разная стоимость получается? Их обменя на разные эквиваленты. Так, не разная. Вперед немножечко залезайте. Разные, потому что... Стоимость у них разная или не разная? Стоимость 20 аршин хорста меняется, в зависимости от того, на что вы его обмениваете. Стоимость или величина стоимости? Ну, величина стоимости. Когда мы обсуждали... Не будьте этим бюрократом. Нет, подождите. Когда говорят о вашем весе, ваш вес такой-то, никто не говорит, величина веса Бегизова, когда вас в армии измеряли... В килограммах-то надо, в смысле, в ньютонах, чем там вес измерять. Когда вас в армии измеряли, а что, говорили, величина роста Бегизова такая-то, величина веса Бегизова такая-то. Нет, говорили, рост Бегизова такой-то, вес Бегизова такой-то. Может, рост был приведен к всеобщему, так сказать... Не надо к всеобщему, к тингаму не был приведен. К мере веса, правильно? Не уходите с суда. Да, не уходите с суда. Мы же раньше, это когда обсуждали простую форму стоимости, там было, это с качественной точки зрения рассматривали, или с количественной. Ну да. Качественная, то есть основа уравнения этого, X товара A равно Y товара B, оно, ну то есть его именно принципиальная основа, это то, что вообще в принципе эти товары можно уравнять по какому-то признаку. А тут она еще равна A, Z товара C. Да, вот с количественной точки зрения, ну понятно, что там ручка как товара, она стоит мало, а там слон стоит много, и вот надо много ручек. А лучше за ручку кусочек слона мне отрежьте. Ну слон. Нет, ну это дело не в этом, но стоимость-то, вот все-таки вы уходите от ответа на вопрос, стоимость того товара от 20 аршин хорста, она что получается, разная в зависимости от того, на что мы его меняем? Именно стоимость, она вообще не меняется, и она не зависит от того, на что мы там меняем, потому что это лишь форма стоимости, то, на что мы меняем. А сама стоимость, вот я это так понял, что стоимость-то это то, сколько человеческого труда вложено на изготовление этого потребительной стоимости. Она не зависит от того, на что мы меняем. Она не зависит. Да тогда какой вывод получается? А вот то, что мы обсуждаем, это форма стоимости, это только проявление стоимости. Сергей Викторович, так вот значит, а что, какой отсюда важный вывод следует? Что один сюртук равен одной четверти фунта чая, или на что там 20 этих у нас обменивается? А, 10 фунтам чаю. То есть, два аршин хорста у нас равны одному сюртоку или 10 фунтам чаю. Так значит, получается, что один сюртук равен 10 фунтам чаю. Можно отсюда такой вывод сделать? Ну, именно сам сюртук. Ну, а как, то стоимость. Ну, стоимость, значит, сюртук равен. Понятное дело, что сюртук это сюртук, а все это чая. Лучше не сюртук, а там, х товар, а у товар, а з, фа товар, а с. То есть, тут получается так, да? То есть, абстрактного человеческого труда. Дальше я тут не сказал, да. Так. Да, и... Так. Сейчас. Ну, смотрите, стоимость данного товара выражается в бесконечных элементах товарного мира. Да, насчет... У меня предложение не терзать друг друга. А если у вас есть какая-то мысль в развитии, вы ее скажете. Давайте-то. Я расскажу мысль в каком-то. Что-то не понял. Что? Это же не экзамен, Сергей Викторович? Нет, не экзамен. Но когда вопрос-ответ, когда, так сказать, человека экзаменует, он напрягает свой ум, и он считается... Вы скажите, я пойму, о чем я пока не понимаю. Понятно, о чем. Отсюда вытекает, что, коль скоро стоимость 20 акшин хорста равняется и стоимости одного сюрпука, она равняется стоимости 10 фунтов чаю и так далее. Значит, стоимость, это у нас характеризует затраты абстрактного человеческого труда. Абстрактный человеческий труд, это у нас выступает он. Сам труд он стоимости не имеет. Но труд – это затраты рабочей силы. Вот труд, как абстрактный человеческий труд, он выступает как затраты рабочей силы. Труд конкретный, он выступает, вот как то, что мы определение вначале говорили, там целесообразная деятельность, ну и так далее. Вот когда у вас какая-то целесообразная деятельность, вы там что-то ткёте или шьёте, или ещё что-то, это вот конкретный труд. А абстрактный труд – это чисто затраты рабочей силы. То есть рабочей силы были одинаково затрачены и на изготовление товара А, и 20 акшин хорста, и одного сюртука, и 10 фунтов чая. То есть, а вот это к чему здесь? Что вот отсюда получается, что один сюртук равен, стоимость одного сюртука равна стоимости 10 фунтов чая. Вот отсюда вот. Ну а дальше уже, так сказать, можно мостики дальше кидать. Мы, в общем-то, здесь… То есть, дальше у нас легче получается, мы можем ехать смело дальше. Подождите, можно? Да-да-да, пожалуйста. Не поехали? Два вывода, которые Марк сделает, я считаю, что это важно. То есть, во-первых, случайное отношение, то, что я говорил, отпадает, да? То есть, труд производителя холста получается равнозначен всякому другому человеческому труду с точки зрения стоимости, конечно. То есть, товар холст, как Маркс написано, становится гражданином товарного мира, да? То есть, он взаимодействует и приравнивается ко всем другим товарам, которые выступают по очереди, да? В качестве эквиваленту. Ну и то, что еще пишет Маркс, становится очевидным, что не обмен регулирует величину стоимости, а наоборот, величина стоимости регулирует миновые отношения. То есть, наверху у нас лежит, когда мы обмениваемся что-то, у нас на поверхности лежит миновая стоимость. То есть, пропорция при обмене, как мы обменялись. Но вот здесь Маркс показывает, что вот в развернутой относительной форме стоимости, здесь вот видно, что это все-таки не случайно, а акт обмена определяет вот это соотношение. А эту пропорцию определяет глубинная стоимость, которая вроде бы не видна, но которая присуща каждому товару. Не просто это акт обмена, это не просто пропорция при обмене стоимости, а эта стоимость, она присуща каждому товару. Является его неотъемлемой формой, как товара. Вот это вот в этом множественности, как совершенно верно Александр Владимирович сказал, проявляется вот этот неотвратимый закон. То есть, не спрос и предложение в каждом конкретном случае определяет стоимость, а наоборот, стоимость, которая лежит в глубине, она влияет на вот эту миновую стоимость, которая лежит на поверхности при каждом акте обмена. Хотя вроде как это носит случайный характер, два человека там встретились и что-то на что-то обменяли, исходя из превходящих обстоятельств, которые там сейчас. Но вот в глубине этого обмена лежит стоимость, а миновая стоимость лежит на поверхности, но она определяет вот эту стоимость. Это вот очень хорошо, что Александр Владимирович на это обратил внимание, потому что это вот... Ну ты Малькс на это обратил внимание. О, наше внимание вы обратили. Что дальше надо рассказать? Да, дальше от недостатки-то. А вот вы начали про недостатки говорить. Я не закончил, разве? Да, да, да. Не закончил? А я что-то прослушал, может и закончить. Про эквивалентную вы сказали? Во-первых, незакрытый ряд. Да, это каждый раз новый товар. Незавершенный, то, что он длинный. Список не закрыт этот. Не универсальный, так сказать. Каждому товару, развернутую стоимость, которого нужно выразить, придется рисовать вот такой длинный ряд. И для каждого товара этот ряд будет, соответственно, немножко отличаться. Ну, даже не немножко, а в силу того, что там количественные все показали. Нет, нет, нет. Нужно добавление каждого нового товара. Нет, ну этого закрытого множества товаров никогда не обладает. Бесконечные. Оно не бесконечное, конечно. Оно неограниченное. Я уже говорил. А дальше здесь речь идет о том, что, ну вот так же, как мы выразили стоимость 20-тершин холста, и приравнивали их, выражали их в ряде, и выражали его стоимость через ряд других товаров. А также, если посмотреть на это уравнение, ну, по большому счету, развернуть его, то получится, что вот все эти товары, на которые обменивается товар А, они-то, в общем, на рынке, получается, тоже обмениваются на этот товар. Если мы, так сказать, разворачиваем уравнение, то будет... Хотя, вот... Ну да, в принципе, тут вот в процессе разворачивания, собственно, зачем это разворачивать, я так понимаю, это для того, чтобы вот этот 20-тершин холста не стали в эквивалентную форму. Чё-чё-чё? Ну, для чего мы разворачиваем? Мы разворачиваем для того... А это естественный... Вот вы пришли, одно дело, вы идёте с фершинами холста, вам встретился портной, вы с ним поменялись, это одно дело. А другое дело, по мере развития вот этого уже базара там какой-то, вы пришли с фершинами холста, тут портной, тут этот с чаем стоит мужик, тут с железом там, ещё с чем-то. То есть, это развитие товарной сферы. Ну, в общем, так как все эти товары обмениваются, то получается, что на эти 20-тершин холста обмениваются и все другие товары. И если этот список мы развернём, то получится, что вот все эти товары, один сюртук, 10 фунтов чаю, 40 фунтов кофе, равны 20-тершинам холста. И здесь холст... Ну, то есть, какая форма стоимости уже? Да, и вот это нам, собственно, и даёт всеобщую форму стоимости. Тут Маркс ещё пишет, что это общественная, но это мы дальше обсудим. В смысле, общественная. Общественное значение у неё, у этой всеобщей формы стоимости. Значит, и в этом случае получается, при таком развороте, получается, что холст у нас встаёт в позицию эквивалентной формы, и здесь это будет уже... Не, подождите, это мы сейчас говорим не про всеобщую, а форму стоимости. Про всеобщую. Про всеобщую перескочили, то есть, мы уже развернули, что у нас... Про всеобщая эквивалентная... Холст там уже всеобщим эквивалентом. И все эти товары, которые находились до сих пор у нас справа, теперь они находятся слева, и они находятся во всеобщей относительной форме стоимости. Какие плюсы в таком варианте отображения и вообще во всеобщей форме стоимости? Здесь вот холст становится такой единым эквивалентом всеобщим для всех товаров. То есть, все эти товары, они обмениваются на холст. Этот единый эквивалент удобен тем, что он прост, потому что он один. Он единообразен. Ну, то есть, то, что в принципе это один товар. А не в ряде товаров выражается стоимость. Это удобно. Плюс к тому, это еще и... Ну, вообще... Не просто один эквивалент, а это именно один и тот же товар. Конкретный. Например, холст. Он всегда один, и поэтому стоимость любого товара удобно выражать через этот товар. И в силу того, что он становится... Этот товар, через него выражается стоимость всех товаров. Ну, соответственно, это всеобщая эквивалентная форма. Вот, Сергей Викторович, а кто, понимаете, под общественность? Это как вот это, Александр Владимирович? Вот можно, вот общественное. Вот что значит общественное? Вот почему это всеобщая эквивалентная форма? Вот она вот, как Сергей Викторович сказал, вот общественный характер носит. Что это в ней вот такого старообщественного, как вы понимаете? Не то, что все общественное стало. Любое отношение... Это понятно. Обмен – это отношение общественное. Не сами же вещи друг друга обменивают. Это понятно. Просто вот всеобщая... Тут двое, но одно дело, когда двое встречаются обмениваются. Есть товар, который имеет исторический, приобретает особое значение в том смысле, что он своими потребительными стоимостями, своей потребительной стоимостью необходим большому количеству людей. То есть это общество, вот это всеобщий эквивалент, должен получить общественное признание. Естественно. Ну вот это вот. Он не с неба сваливается. Ну, конечно. И он всем обществом должен быть признан. Когда мы там вот с вами как-то личностно встречаемся, конечно, тоже общественное, потому что один-то, понятное дело, там совмениваться не будет. Скорее случайное все. Но это уже такое. А когда вот здесь уже нужно согласие как бы всего общества на то, что вот этот товар является эквивалентом. И хотя там деньги, конечно, особенно их заменители, они там царями, всякими королями указывалось, что это там считать протежным средством, на самом деле общество это признавало, и никаких тут бунтов не было. И стихийно еще на стадии раздражения правобытного коммунизма, вот там сложились всякие там жемчуга, там, меничные жернова, а потом, ну, золото появилось. Скот, скорее всего, сначала. Скот, да. Началось все со скотарок. Ну, не везде, а у скотарок. Ну, ну, где-то там, да. Где скот был? Вот это там. На барашка Венера. Нагрели Марк с Энбисом все эти исторические перипетии. Ну, то есть мы можем сказать, что, значит, первое, почему эта форма, всеобщая форма стоимости, чем она отличается от развернута, тем, что, значит, появляется особый товар, роль которого выполнять, значит, выполняющий роль всеобщего эквивалента. И отсюда происходит первое, это упрощение, да, единообразие, а, соответственно, теперь мы все товары, которые приравниваются, значит, к вот этому холсту нашему, они теперь качественно равны, и теперь мы имеем возможность, то есть не сами качественно равны, они отражают свою стоимость, поэтому становятся сравнимыми. Правильно? Отражаясь вот в этом холсте, то есть, допустим, сколько там, 10 фунтов чая стоит 20 аршин холста, и 40 фунтов кофе стоит 20 аршин холста. Соответственно, теперь мы можем сравнить между собой и 10 фунтов чая, или там 10А с 40Б, ну, с 40 фунтами кофе, через этот холст, потому что и то, и то равно 20 аршин холста, то есть стоит 20 аршин холста. Ну, или там стоит, что там, золото, серебро. Нет, ну это вот сейчас, как это, так сказать, уже следующее, то она выделена в отдельную форму у нас, денежная форма, да? Нет, ну это уже, в общем-то, предтеча денежной формы, правильно? Денежная форма тоже форма, это самая форма, это всеобщая, всеобщая, вру, всеобщая, конечно. Это тоже всеобщая форма, но вот в этой всеобщей форме, высшая форма вот этой всеобщей формы, это появление, как маркер-пусар, ослепительная денежная форма. Ну и товар. Я хотел еще сказать, что каждый новый товар, когда появляется на рынке, если на рынке есть всеобщий эквивалент, то каждый новый товар, он непременно будет обмениваться, должен обмениваться на этот всеобщий эквивалент. Нет, он-то может не обмениваться. А как это заставить-то? Ну, если это всеобщий эквивалент... Нет, вы про новый товар говорите, вы про всеобщий эквивалент. Да, всеобщий эквивалент выталкивается, да, из товарного мира. Ну да, он как бы... И приобретает, вот этот товар выталкивается, приобретает... Всеобщий эквивалент, он, да, был... Характер эквивалент. Он когда-то появился, этот товар, как обычный товар. ничем не выделялся он именно выталкивается так сказать из мира товаров на особую позицию и даже он отличается тем что вот все остальные товары у них есть для них есть такой всеобщий эквивалент для всеобщего эквивалента которым выступает ну например холст золото ну пока еще холст допустим для него такого эквивалента по большому счету нету всего потребительная стоимость для натуральная форма теперь что если нужно выразить его стоимость то его стоимость будет выражаться еще вот по принципу развернутой относить развернутой формы стоимости то есть если нам выразить нужно его стоимость нам придется перечислять бесконечный ряд всех других товаров которым он приравнивается и здесь получается еще один вывод что этого товара получается нету и потребительной стоимости а у золота есть потребитель хранить есть ты добрай украшение золото это что такое товар если она потеряла товар а товар до суток нет и вот такая же есть потребительная струне а потом используя не а где-то в технике и так далее но когда вообще золото хранят слитках то от того потребительских свойств отстраняется или это тоже потребитель на встроенный пиво леном это револенная стоимость это тоже морская что то потребительная стоимость быть эквивалентом всеобщей вариант его натурально его собственная натуральная форма становится образцом стоимости в общем для всего товарного но вот эти вот бумажки заменить или денег которую надо сожгите 30 точно нет никакой потребительность вы вы забегаете вперед про хвост поговорим почему если надо разжечь костер и помойте ты чего нет это вы уже не деньгами а бумагой разводится это другой вот нет это будет золотой костер пятитысячными лучше всего чем владимир хорошо сказал что в этой форме стоимости все общие всеобщие не закончил что на основе этой всеобщей форме стоимости при наличии всеобщей эквивалента удобно сравнивать различные товары по их стоимости когда мы знаем что все они приравниваются там холсту например мы стоимость их всех можем указать в холсте и потом их сравнивать уже даже не обменивая так сказать на холст мы просто можем приравнять там через холст какие-то два товара других так все мы сказали по всеобщей на пути да конечно ну главное что нужно выделить холсту насчет труда как он тут качество частный труд производящий холст находится в то же время в форме всеобщей и общественной форме равенства со всеми другими видами труда нет тут дело-то в том что труд понятно мы уже про стоимость когда в начале говорили главы что каждый труд конкретно приравнивается всеобщим а сравниваются то нет не труд как таковое сравнивается при потребительные стоимости на предметы одного отражается в другом в холсте отражается там кофе чай что там еще это конкретные ну пусть будет золото чтобы понять не было чтобы произвести золото тоже нужно затрачить труд и конкретный труд но сам этот труд уже будет в себе нести без одну это мы опять вперед немножко уходим эквивалент этот чтобы выразить свою значит стоимость ему не нужно быть аминь уже обладает ей производитель золота или холста неважно он уже непосредственно производит вот этот эквивалент здесь мне кажется ничего нового нету как говорил маркс вот для того чтобы понять вот эквивалентную форму есть даже золото не нужно здесь достаточно взять простую форму это есть самое просто я делаю вот все в турку от у нас эквивалентный и маркс описал что вот абстрактный человеческий труд он вот и в хорсте присутствует и все в туке и вот носительность той производства относительной стоимости и производству эквивалентной стоимости. Он там приводил такое остроумное сравнение с химическими веществами, как два химич... вернее, два вещества, имея одну и ту же химическую формулу, одна из них маслянистая жидкость, другой эфир. То есть, вот это вот... То есть, они, имея одну и ту же основу химическую, одну и ту же формулу, являются разными. Также вот он говорил про абстрактный труд, тут имея в виду, сравнивая абстрактный труд при производстве относительной формы стоимости и при производстве эквивалентной формы стоимости. Они, с одной стороны, одинаковые, но от результата они дают при этом обмене, они дают несколько раз. Да нет, вы же только что сказали, вот минут 10 назад, когда там у вас портной обменивался с этим самым... С кем он там? Как он? С качом еще. Тот, кто производит эквивалент, вот за ним и бегают, да, парень? Ну, это да. Потому что он у него уже в кармане лежит. Ну, это, так сказать, все это, так сказать, труд-то, он все равно абстрактный труд-то там все равно. Труд-то у него как раз-то именно конкретный, но труд по производству эквиваленту. А абстрактного труда там нету. Ну, конечно, он есть. Всякий труд, он имеет двойственную природу. Ну, мы сравниваем-то... Труд работников, труд того, кто производит эквивалент, тот тоже имеет двойственную природу. С одной стороны, это конкретный труд, который вот производит конкретно вот это, а с другой стороны, это абстрактный человеческий труд, затраты рабочей силы. Но его конкретный труд заключается в производстве Вот этого эквивалента Вот этим он сильно отличается Все конкретные труды Всякий конкретный труд При производстве одной вещи Отличается от конкретного труда При производстве другой вещи И тут труд золотодобытчика Ничем не отличается принципиально От труда ткача Но золото принципиально Отличается от все труда Вот это вот и есть то самое И вот мы, когда переходим дальше к деньгам, перейдем, ведь то, что пишется, ткач обменивает, значит, сюртук на холст, это одно, а когда они их продают, это немножко другое, это уже товар, деньги, товар. Правильно? То есть купли и продажи появляются. Для того, чтобы это понять, здесь не надо уходить вперед. Так нет, мы сейчас почему осматриваем именно труд, если уж разговор о труде зашел. Вот разница именно в этом конкретном труде именно такая. Но конкретный труд всякий особенный, всякий конкретный труд при производстве любого товара является особенным, они все друг от друга отличаются. Понятно, но производителю сюртука необходимо выйти на рынок, чтобы получить вот этот эквивалент. Производитель эквивалента уже есть. Для этого, для изучения этого момента достаточно все-таки простой, единичной, случайной формы стоимости. Она у нас не простая, она уже называется у нас всеобщая. Сейчас-то да, но даже вот при простой единичной форме собственности, стоимости, там сказано, что вот даже простой абстрактный труд, они приравниваются друг к другу при обмене хорста и сюртука, но они вот имеют разный выход, то есть это одно и то же, но имеющее вот несколько разный выход. Это и Маркс там приводит вот этот пример с разными веществами, с одной химической формулой. Не, ну это как с треугольниками. Ну мы тут сейчас не про вещества аж говорим. Нет, а мы говорим не про вещества, но мы говорим о том... Мы пришли к всеобщей форме стоимости. Оказалось, что у нас очень похоже на простую случайную, в отличие от развернутой, да? Похоже же? Она в основе имеет, конечно, это все развитие, вот той самой простой случайной формы собственности. Стоимость. Ой, стоимость. Потому что у нас была сначала простая случайная, потом развернута, а потом всеобщая, с отрицанием, кстати. С снятием. С снятием, да. С отрицанием с удержанием, да. Но теперь у нас появился из-за этого всеобщий эквивалент. Который принципиально ничем не отличается от эквивалента сюртука, которого мы рассматривали при рассмотрении простой единичной формы. Ну кроме того, что там, в общем-то, это достаточно случайный процесс, а тут он уже закономерный. А в основе вот лежит вот то. К денежной форме-то будем переходить? Да будем, будем. У нас еще сколько? Ну успеем, пожалуйста. Вот к фетишизму, наверное, не успеем. Ну ладно. Ничего страшного. Да фетишизм прогротим мы. Не надо, очень важно. Очень важно. Ну ладно. Ну хотя мы его рассматривали. Доктор, быстро про денежную форму. Ну и два небольших комментариев замечательных походов на выступление. Те, кто... Ну еще раз напоминаю всем присутствующим, тем, кто будет смотреть, что в основе капитала... В общем, метод, который использовался Маркс, это диалектический метод. И Маркс неоднократно, и в предисловиях к разным изданиям, и в послесловиях, в письмах писал об этом. В частности, он особо указывал, что я объявил себя в то время, когда, скажем, буржуазы, мелкобуржуазные деятели третировали Гегеля как мертвую собаку, я объявил себя учеником этого великого мыслителя. И особенно вот в главе теории стоимости, ну нередко, как пишет Маркс, кокетничал манеры Гегеля писать. И второе, тем, кто из нас читал науку логики... Есть третий том. Учение понятий. Самое начало, самое начало, буквально. Есть такие категории, да, Гегельская диалектика, это единичная, всеобщая, особенно единичная. Уж совсем по-простому, это не такие категории, вот рядом положенные, вот это вот всеобщая, здесь между ними особенно, а здесь вот единичная. Это моменты всеобщего. Единичная только всеобщая, всеобщая, единичная, понятно, находится. Так вот, а мы что имеем здесь? Ведь капиталистический способ производства, вот капитал Марксовский, это частый случай диалектики. И у нас есть единичная форма собственности, особенно... И стоимость. Я что сказал? Собственность. Ну это вот вы меня с манталых разбили. Гноват. Поэтому, это не такие, чтобы не создалось превратное впечатление, и у нас, слушатели, не такие, рядом положенные, независимо друг от друга. А это этапы развития одной формы стоимости. Это первое замечание. А не второе, вот у Марса, кстати, есть параграф, так и называется, недостатки, да? Это развернутые формы стоимости. Ну, я думаю, мы все понимаем, что это не в том плане слова недостатки, как у человека. Вот этот человек, там, недостаток, он курит, а этот пьет слишком много. А эти недостатки обусловлены тем, что развернутая форма стоимости, это один из этапов развития формы стоимости. До его высшей, скажем так, высшей, как бы так, высшей, я тут слов в кавычках, ослепительной денежной формы. То есть, эти недостатки не в том плане, что это плохо. Это просто этапы, неизбежные этапы развития вот этой формы стоимости. По мере развития товарного хозяйства, да? Возил их север, и, соответственно, товарное хозяйство. Так, переходим к денежной форме. Вот мы указали форму стоимости всеобщую. В общем, получается в истории развития товарного общества, что когда на место этого всеобщего эквивалента встает золото, и оно срастает с этой функцией очень прочно, жестко, и начинает признаваться всеми членами общества, то этот всеобщий эквивалент золота становится денежной формой. Не совсем так. Он сначала становится денежной формой, а потом исторически переходит к золоту. Нет, ну сначала мне кажется, что все-таки золото становится всеобщим эквивалентом. До золота было серебро, до золого деньги тогда не было. Другой металл тоже. Но фурт-стерлингов это не фунт золота, это фунт серебра. То есть какие-то товары... Исторически для развивалось до золота. Оно... Нет, оно... Мне кажется, что все-таки у вас сначала товары были эквивалент, а потом... А сейчас, скажем, ну тоже золото, оно... Что сейчас является деньгами? Ну, в общем, все-таки... Металл... Золото, конечно. А скажем, тратина не является? Золото тоже является. Тоже является. Драгоценный металл. Драгоценный металл. Прощением говорим, золото... Чем дороже драгоценный металл, тем уменьше нужно. То есть это вот исторически... Мы... Здесь нельзя сказать, что вот золото... Мы золото... Когда мы говорим, что деньги сейчас это золото, это не значит, что это юридически как-то закреплено. Нет, конечно. Это нет такого. Мы же не про юридически сейчас говорим, а экономически. Поэтому и исторически так вот и идет, что ряд товаров, они выступают в качестве эквивалентов стоимости. Ну да, да. Там скурки какие-то. И сейчас, так сказать, здесь вот... Для выявления этой общей идеи мы как бы абстрагируемся от того, что и серебро, и платина есть. Просто их роль, ну, незначительная. Всегда золото, золото... Ну, исторически... То есть, исторически серебро было значительнее золотом где-нибудь в Древнем Риме. И ушло. И ушло. Ушло где-то в 17-18 веке. А потом вот хиткоземельные металлы будут. Золото... Да и уже не будет. Потом будет коммунизм. Кстати, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, если бы золото утратило свою потребительную стоимость, то есть, скажем, например, завелись бы какие-нибудь бактерии на планете Земля, которые бы, скажем, приводили к окислению золота, оно бы просто окислялось. И всё, он золото перестал бы быть всеобщим эквивалентом. Конечно. Оно бы просто перестало использоваться там в стоматологии, там в ювелирной промышленности. Ну, правильно. Ну, где-то ещё и... Ну, короче, ювелирные изделия тут же перестали бы делать, там всякие ложки, всё бы перестали это делать, и в радиотехнике бы тоже перестали, и всё. И оно бы стало никому не нужно, стоимость его бы резко упала, и все бы решили, так давайте уж тогда платину. Подождите, всё. Давайте, вот скажем, товарищи, два слова насчёт потребительной стоимости золота. Я вот слышал от товарищей такое, ну, это, скорее всего, достоверный слух, что в 49-м году в Министерство радиоэлектронной промышленности СССР было выделено с госзапасом куб золота весом 150 тонн. И сказали, товарищи дорогие, вот вам это золото, чтобы ваши контакты нигде никогда не окислялись. И вы его в свои контакты берите, только больше мы вам золота не дадим. Поэтому будьте добры, вы после использования там всяких вещей, вы их оттуда вынимаете, это золото, и дальше крутите. И вот до самого конца Советского Союза на протяжении 40 лет, это вот этот куб золота, он жир, это был государственное золото всё, но оно не лежало где-то на порках в хранилище, оно присутствовало на контактах во всякого рода технике. И вот я застал это, когда золото, содержащие приборы, в паспорте указывалось, и это сдавались они, и у нас в политехе была лаборатория, кстати, специальная по списанию, и там это золото выпаривалось. Вы куб имеете в виду кубометров, что ли? Нет, ну 150 тонн. Какой-то кубик? 150 тонн. Значит, его тут же распилили на части. Ну, наверное. Спасибо за интересный факт. И не знаю, или думай себе, вот можно вернуться к развитию? Завершить? Тогда вот денежный форс, дать деньги и золото. Или у вас есть? Ну, вот он, можно начинать, да. Да, конечно. Так, сейчас. Ну, тут нужно сказать, что по большому счету в этой денежной форме здесь все точно так же, как во всеобщей форме стоимости, но разница лишь в том, что вот конкретный товар золота занимает эту форму всеобщего, то есть находится в форме всеобщего эквивалента. За все пухи не убивали, а за золото убивают. За картошку убивают по пьянке. И за пуговицы могут убить. Так смысл, почему именно металл-то? Ну, это мы уже, так это же было, или нет? Нет, потому что его можно делить на части, да? Ну, если повторить это, да. Почему именно этот товар занял это место? Ну, просто металл. Потому что, да, его можно распилить, потом обратно сплавить, он не окисляется. Портактивность, просто, масштабированность. Портактивность. Портактивность. Большая стоимость в небольшом объеме, хотя оно и тяжелое, но... Ну, что, я бы унесло. Удобно там, в руках неудобно, ну, на уши повесил. Но иногда это и минус, но золото, кстати, именно минус, потому что... Ну, маленький нюанс. Вот я все у вас... Насчет цены там еще. Развитие идет, да? Золото что, с бухты-барахты, что называется, вдруг стало деньгами? Нет. Ну, как и логически мы рассматривали, еще начали рассматривать форму стоимости. С простой, единичной, случайной формы стоимости. Исторически это на стыках, там, племен, происходили единичные акты обмена. Тогда золото было? Было. Было. Но оно было, да. Было. Можно сказать, что золото выполняло функцию, вот, в рамках единичной, простой. Ну, оно как в простой товар там выступало. Когда пошло развитие, стала развернутая форма стоимости, и здесь золото присутствовало. Завемка, когда всеобщее, а вот как золото, ну, взял на себя функцию монополий, выделилось, выделилось. Высало монополистом, вот в этой, во второй не только золото, я для упрощения назову золото. Салма монополистом, да, всеобщая форма стоимости. Оно стало деньгами. И эта всеобщая форма стоимости получила название денежной формы. И вся эта эволюция эквивалентная, всеобщая, ну, то есть, эквивалента, она лучше всего видна на золоте, потому что он до самого конца доходит до денежной, до всеобщего эквивалента. Ну, не может быть, она, ну, неважно. Ну, просто по золоте оно уже, дальше уже не пошло пока. То есть, вот, до денежной формы стоимости, получается, были только при разложении первобытного коммунизма, на самых ранних стадиях зарождения товарного хозяйства. Потому что самые ранние цивилизации, какие мы возьмем, там уже были всякие драхмы, всякое такое, уже не просто золото, а золотые монеты. Так нет, ну, подождите, цивилизации, они были не... Товарное, конечно, там присутствовало товарное отношение, но они были основаны на натуральном труде, рабовладении. С рабами никто с деньгами не расплачивался. То есть, многие функции денег там не выполнялись. А какие функции денег там не выполнялись? Вот это вот... Ну, давайте мы забегаем... Ну, когда мы уже, когда в деньги перейдем, ну, там это, кстати, написано, что это совсем не так. Где там? В капитале. Давайте мы закончим с денежной формой. Есть с денежной формой, да, тут... Ну, еще хотелось бы сказать, что если мы теперь нарисуем уравнение простой формы, казалось бы, оно выглядит как простая форма стоимости, но в форме эквивалента будет стоять золото, то это будет выражение стоимости в форме цены. Только вот здесь у меня... Ну, ладно, я договорюсь сначала. Значит, например, 20 Шенхалста равно 2 унциям золота. Ну, и в случае, если у нас конкретно 2 унции золота называются, например, 2 фунта стерлинга, ну, значит, 20 Шенхалста равно 2 фунта стерлингов. Это вот и есть. Но тут он пишет форма цены, я вот хотел бы спросить. Про цену мы немножко поговорим. Ну, тут конкретно, вот он уже про цену пишет. Но тут написано в кавычках форма цены. А можно сказать, просто цена? Это то же самое будет? По сути, да. Еще и в кавычках. Пока мы не знаем, что такое цена, вот еще проблема. Нет, нет, все правильно. То есть, логически таким образом идет исследование Марса. Ладно, забегая вперед, цена, что это денежное выражение стоимости товара. То есть, он... Ну, то есть, это оно и есть. Не оно есть, это... Он исследовал развитие формы стоимости от простой единичный случайный к развернутой, всеобщей, и к денежной. И следующий шаг какой? Вот то, что вы сказали. Маркс, как и Гель, как начинает... Чем закончил? Следующий этап начинает с того, с чем закончил. Какой у вас был вывод? Что какое-то количество определенного товара или низких товаров равны определенному количеству, там, двум фунтам стерлингов. На что только два фунта стерлингов? Какое-то количество золота. Вот и с ценой. А потом цена уже убегает от золота. И это уже в дальнейшем. Там, насколько, там можно целый год изучать, там, и не один. Нет, в том числе, она и, в общем-то, в процессе обмена выступает. А как-то понять, что вот цена золота, что вот унция золота стоит столько-то долларов? Золото, как товар, отражается в доллар. Доллары? А доллар-то что? А доллар-то деньги. Это скорее... Деньги, но... Ну, денежные знаки. Скорее, эти бумажки сколько? Знаки стоимости. Знаки стоимости. Сколько нынче таких бумажек дают за килограмм Да, конечно, получается. Более полный эквивалент, чем золота. Это знаки стоимости. Вот дальше там будет, у Маркса есть выражение, иррациональное выражение. Иррациональное. Да. Знаете, когда все с ног поставлено на голову. Понятно. Ну, тут все, наверное, у нас? Все, где... Все, где... Деньги в зеркале принимаются за действительность. Да, вот, вот, правильный пример. Вот, Сергей Владимирович закончил. Вывод надо делать. Четыре минуты осталось. Ну, вывод что? Мы большое дело сегодня проделали в новом году. Мы сколько? Три или четыре занятия топтались на форумах стоимости. Закончили форум стоимости. И мы, так сказать, ее изучили. Ну, худо-бедно. Ну, вот, по крайней мере, мы более-менее вроде поняли, как наши товарищи зрители, я не знаю. Здесь же... Вы лучше нас поняли, я не поняли. Да, 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 да. Мы товарный фетишизм же еще. Фетишизм. Значит, задание товарища у нас, во-первых, товарный фетишизм. Но товарищ Бегин задевется в бой. Прекрасно знает его. Я думаю, начнет. Да, и лучше его... А кроме того, что... А кроме того, что... Я думаю, что... Вторую в парне можно целиком за две недели отдалечь. Она не длинная. Процесс обмена нужно всем прочитать и обсудить. Ну, это, я думаю, за одно занятие мы это все вместе сделаем. Потому что хотелось уже к деньгам перейти. Нет, нет, почитаем-то мы раньше. Обсудить. А мне к капиталу хочется. Ну, тем более, закончим деньги. А вообще, к первоначальному накоплению. А вообще, к исторической тенденции к капиталистическому накоплению, к социализму и так далее. Деньги, раз нельзя торопиться. Процесс обмена мы должны рассмотреть. Так. Вот не, рассмотрим. Процесс обмена, Степан Спанович, может, вы дорожите? Ну, давайте. Всем остальным обязательно. Это вот вторая глава, да? Она хорошая, понятно. Да, она... То есть, мы вообще, товарищи, вот сегодня можно констатировать, что мы через гранные такие дебры, через первую дрову, мы проработались. Почти еще. Ведь еще и мастерцы. Впереди еще другие дебры. Нет, там уже таких дебрей не будет. Ну, уж прямо уж тут. Не расколаживайте людей. Это вот. Нет, ну, там... Не забегайте, спасибо. Спасибо, товарищи. Все. Спасибо. 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 Спасибо.